Лей кипяток, лей кипяток в кружку, пушку на стол, муха шепчет на уши. Приветствую вас на нашем подкасте «Кипяток». «Кипяток» — это серия подкастов, на которых мы говорим о накипевшем. И сегодня в студии я, Георгий Безрук. Ну и Илья Быков, да. Это подкаст, он достаточно забавно был придуман, да. С чем он связан, то есть почему именно «Кипяток»? Вот говорят, что кипяток остывает ровно за 10 минут, чтобы температура была более комфортной, для того, чтобы выпить чаек, который мы все очень любим. Вот мы сейчас, как видите, залили кипяточек и теперь ждем. А пока ждем, что время тратить. Да, нужно поговорить. Можем поговорить и тема нашего сегодняшнего подкаста — «Друзья, после поступления в универ, что ты понял в людях?» Вот, а мы будем говорить ровно 10 минут, и прямо засекчем таймер, и вот чтобы было прямо динамично. Давай. Итак, поехали, начинаем. Ну, я думаю, начнешь ты, как человек, вот только поступивший в университет, у тебя как бы это вот больше именно накипевшее вот сейчас. То есть у меня, я как бы больше скажу из призмы того, что прошло с моими друзьями на протяжении всего университета. С этим я согласен, да. Ну, то есть реально в некоторой степени накипело, потому что есть такая проблема, что вот когда вот друзья, то есть если разделить детство, отрочество, юность, там прочее, как там по Льву Толстову, есть проблема, что раньше, типа, у меня были друзья на постоянной основе, с которым я все время, так скажем, корифанился, общался со школой, мы не меняли обстановку. Но тут у меня очень сильный бизик произошел после девятого класса. То есть после девятого класса, когда я поменял школу, у меня друзья, те, которые я считал друзьями, когда ты их начинаешь приглашать куда-то погулять, еще что-нибудь, они начали отталкиваться. И я заметил, что мы начинаем отдаляться. После этого я это еще наглядно, типа, заметил в универе, когда перешел. То есть многие сейчас с этим встретились, ребята, то есть вот, когда ты с кем-либо общаешься, общаешься, считаешь, что это нормально, но проходит время, и ты куда-то уезжаешь, меняешь обстановку, то есть комфортные условия, которые были, они меняются, и все. То есть мы как-то перестаем общаться, и вот создается некая грань. Вот у меня в университете именно так это и происходит сейчас. То есть там друзей вроде бы и есть, но вроде бы я как и не понимаю, это друзья по обстоятельствам или настоящие друзья, то есть, потому что я не знаю, вот что для тебя, ну, настоящие друзья, вот в принципе-то, потому что я не понимаю, честно. Для меня настоящие друзья это скорее друзья, с которыми, ну, мало того, что они могут прийти в трудную минуту и тебя как-то поддержать, так это еще, думаю, что это такие люди, с которым, которым тебе хочется поделиться с своими какими-то проблемами, с которых ты хочешь периодически все-таки увидеть. То есть даже, может, вы там, ну, месяц-два не виделись, потом такой, блин, соскучился, хочу вот увидеться, поговорить. Мне есть что рассказать. Мне искренне интересно, я переживаю за их жизнь, за то, что происходит, и обязательно это скорее большое количество воспоминаний о событиях, через которые мы прошли. Ну, вот, то есть, реально, то есть, у тебя бывает такое, что вот тебе интересно в плане, то есть, интересно, как живут друзья, как еще что-нибудь. А вот мне просто реально интересно, как 18-летнему парню, который достаточно немного прожил жизни, вот, все равно. Я так много прожил эту жизнь, что, ох, какой богатый. Не, ну, все равно, то есть, разница некоторая, она существует, и поэтому все равно есть какой-то там некоторый экспириенс жизненный, то есть, в плане, друзья, насколько сильно вот влияет это отдаление, отдаление от вот ситуации, то есть, не знаю, ты же с Владивостока, да? Да, да, я с Владивостока, на самом деле, на моем примере очень сильно влияет это отдаление, смена обстановки, смена интересов, когда я только поступал в университет, я очень сильно увлекался театром, и занимался театралкой, и у меня была очень крепкая, как бы, компания, мы очень много вместе тусили, очень много играли в настолки, ну, помимо игры в театре, очень много общались, было много интересов, и когда начался универ, например, я не скажу, что я сдружился прям с одногруппниками, вот, у нас не было поначалу какого-то вот единения, то есть, у меня были друзья по театралке, я начал свой студенческий театр, и, в принципе, вот крутился вот какой-то своей движухи, но постепенно, да, те знакомые, с которыми я занимался в театралке в старшей школе, они, кто разъехался, кто там началась семейная жизнь, и так далее, вот, у них все это, это все отдалило, количество лучших друзей прям, ну, сократилось в разы, остались единицы, у меня до сих пор остался вот именно самый лучший друг, но с которым я дружил аж с первого класса, это Иван Рыбаков, вот, если ты смотришь этот подкаст, слушаешь, я люблю тебя, большой привет, на самом деле, он, мы очень много друг другу помогали, очень много общались, продолжали общаться, хоть даже учились на, он учился на школе биомедицины, на технологии общественного питания, я как бы на стройке, и все равно мы общались, как-то передавались, свои проблемами делились, я помогал ему даже диплом писать, вот, и сейчас он вообще уехал в Австралию получать второе высшее уже там, и внезапно отъехал, пакость, вот, и когда вот я узнал об этом, было прям ощущение некой пустоты, вот, я привык жить с тем, что рядом есть близкий человек, с которым я могу связаться, и мы, несмотря ни на что, можем встретиться хоть 12 ночи и пообщаться, а тут, как бы, человек территориально очень далеко, мы продолжаем держать связь, но скажу так, что, наверное, мне лично его не хватает здесь рядом. Вот с одногруппниками я больше стружился, когда вот началась жесть по учебе, у меня достаточно была тяжелая специальность образования, вот тогда реально нельзя было вытянуть учебу, если как-то не кооперируешься с одногруппниками, не делаешь что-то вместе, не делишься на безвозмездной такой основе, и вот тогда вот сложилась прям очень крепкая компашка, сейчас, к сожалению, тоже почти все из этой компашки разъехались, ну, многие ушли служить по контракту, так как были в учебном военном центре, кто-то уехал по работе, просто вот один из лучших друзей уехал в Манчегорск, где-то севернее Питера. Севернее Питера. Ой, у меня ровно такие же ситуации, то есть в плане, я после этого, вот как и говорил ранее, то есть, друзья, по обстоятельствам сейчас, это та вещь, когда тебе с человеком, на мой взгляд, комфортно, комфортно, но только в определенных условиях, при перемене там места, внешней вообще ситуации в целом, то есть что-то поменялось, и все тоже ломается, и я теперь понимаю вот реально эти фразы, то есть там через, там, горе, невзгоды, там, дружба вообще, то есть не только счастье проживать там типа, но еще и невзгоды, потому что от этого тоже очень многое зависит. Друзья, у меня, вот, кстати, ты говорил про одногруппников, ровно такая же ситуация, мы начинаем объединяться и кооперироваться только когда происходит какой-то лютейший трэш, когда вот людей сплочает внешняя агрессия, внешняя опасность, так и работает, там, не знаю, идеологии условно там, не буду приводить примеры, и это нормально, вот, а если говорить в целом про друзей, ну, блин, как-то это просто грустно, потому что я вот говорю, я когда вот переходил с 9 на 10, у меня все друзья, была компашка школьная, проходит время, все, типа, я такой, пошли погуляем, что-нибудь такое, все, нету вообще, я помню, у меня даже с лучшим другом, с которым мы общались, он тоже, я уехал, он уехал, и все, мы с ним общаемся раз в два месяца, но нас, типа, что-то притягивает, но все равно, и то есть вот это чувство опустошения, потому что мы же люди биосоциальные, на мой взгляд, это большая проблема, я не знаю, как это решать, честно, то есть, вроде бы есть друзья какие-то, но вот, типа, еще там пообщаться, поделиться, не знаю, возможно, это только у меня. Слушай, ну, я вот заметил, что реально появляются дружеские отношения, когда вы заняты каким-то одним делом, у меня это было несколько раз, и реально я очень хорошо общался с людьми, вот, в нескольких компаниях, именно вот потому, что мы были заняты одним делом, там, в студенческом театре, потом, у меня это было несколько коллективов на работе, и вот, ну, последнее, самое, что крепкое, это телестудия, и здесь я прям, ну, очень хорошо общаюсь, и могу сказать, что люди, с которыми я работаю, для меня, они какие-то достаточно близкие люди, я, ну, и как бы занимают некое место вот здесь, в сердечке, вот, и я это очень сильно ценю, ну, и как бы и дорожу этим, вот, когда ссоримся, бывают очень такие, или когда там, ну, какие-то моменты, дневники мне прям переживаю, на самом деле, очень сильно за людей. Ну, никогда не все идет, никогда что-либо идет просто гладко, поэтому, типа, классическая ситуация, у меня точно такая же, то есть, про то, что ты говорил, я полностью согласен, вот, так что... Ну, наш кипяточек уже подостыл, я думаю, что... Да, он подостыл, да, поэтому можем, в принципе, заканчивать наш подкаст, я думаю, нужно подытожить какой-то мыслью, вот, как ты думаешь, вот, с чем можно подытожить вот эту вот идею, и вот, что ты понял в людях, в друзьях, которые, вот, у тебя во взрослой жизни? Вот за короткий такой промежуток времени, как мы общались, лучше, типа, выдвинуть было проблему, то есть, понимание друзей, кто есть кто, кто для вас постоянный, кто для вас человек, который, вы думаете, что вот вообще через горе, через невзгоды и, там, к счастью еще, как вы к этому придете, то есть, нужно найти этих людей, а каким образом, мне кажется, знаешь, быть нормальным человеком, ты все равно найдешь кого-то в мире семь, восемь, сколько там цифр, миллиардов, там, ноликов много, и нолики это не ноль, это много людей, вот, поэтому... И в любой ситуации найдутся люди, которые будут рядом с тобой, которые, просто их нужно даже увидеть, если кажется, что ты один в ситуации, но это не так. Так, все, по чайку, по чайку.